Впервые в Брестском государственном областном центре молодежного творчества состоялся финал республиканского конкурса «Руководитель по военно-патриотическому воспитанию». Сегодня этой важной теме уделяется большое внимание. Очень важно то, что в Министерстве образования совместно с Министерством обороны было принято решение, во-первых, три года назад о введении штатных единиц руководителя военно-патриотического воспитания, и, во-вторых, спустя три года, когда наработан определенный педагогический опыт, провести конкурс на лучшего руководителя по военно-патриотическому воспитанию. В Брестской области на данный момент открыто 50 военно-патриотических клубов. В районном этапе приняли участие 315 педагогов, из них 19 были отобраны в полуфинал. Суперфиналистами стали пять руководителей по военно-патриотическому воспитанию из Бреста, Кобрина, Ганцевичей, Ляховичей и Домачева. В сегодняшнее мероприятие нас пригласили в рамках жюри. Проведена большая работа, конкурс состоялся на местах, в районах, потом был конкурс городской, и сейчас непосредственно финал. С каждым из преподавателей, конкурсантов мы знакомы, проведена большая работа, помощь им. И я надеюсь, что сегодняшний финал покажет лучших. Хотя в нашей работе не надо считать победителей, мы все победители, потому что мы занимаемся патриотическим воспитанием нашей молодежи. В Брестской области в учреждениях общего среднего образования работает 391 руководитель по военно-патриотическому воспитанию. 310 педагогов мужчин и 81 женщина сегодня работают в этой профессии. В четвертый год Елена Ярохович хорошо справляется с должностью руководителя по военно-патриотическому воспитанию в клубе «Юный патриот». За плечами большой педагогический опыт, любовь к детям и своей профессии. Ей и ее воспитанникам уже не раз удавалось завоевать первые места на районных конкурсах. На сегодняшний день я считаю, что я еще, скажем так, молодой специалист, поэтому я пока учусь и смотрю за тем, что происходит в зале. Приезжая на область, мы очень стараемся, но чего-то нам чуть-чуть не хватает для того, чтобы стать победителями именно областного этапа. Но мы надеемся, что у нас все-таки получится. Мы прорвемся в областной этап и завоюем серьезную награду. Любовь и гордость за свою семью и школу, город и страну, желание служить и защищать отчизну – как же привить эти чувства школьникам? Пожалуй, лучше других ответ на этот вопрос знает руководитель по военно-патриотическому воспитанию Александр Аксютич, суперфиналист конкурса. Он и его воспитанники, не задумываясь, решили, что будут участвовать и поддерживать своего педагога. Мы учащиеся 11-го Б-класса средней школы номер 8 города Кобрина, и мы очень рады сегодня присутствовать на областном этапе данного конкурса, рады сегодня помогать нашему военному руководителю. Мы желаем ему победы, и мы думаем, что у нас все получится. Родился я в глубинке республики Беларусь. В 80-м году я поступил в военное училище на Украине. После окончания я проходил службу в Туркестанском военном округе, туда был Советский Союз. Впоследствии выполнял интернациональный долг в Афганистане. Далее я обучался в Академии имени Жуковского в Москве. И попал в Белоруссию. И весь мой жизненный служебный путь уже шел в Белоруссию. Окончил я службу в Минске начальником отдела Министерства обороны. Я 9 лет отдал ДОСАФу, то есть я был руководителем Кобринско-Малорицкой межрайонной организационной структуры ДОСАФ. Поэтому я все мероприятия патриотического характера – это дело с детьми. И мне это было легко. Наверное, та самая легкость во взаимопонимании со своими учениками, хорошая подготовка, опыт и любовь к профессии дали возможность клубу из Кобрина занять первое место. Именно они будут представлять Брестскую область на республиканском конкурсе в городе Минске. Второе место занял Дмитрий Девятов – средняя школа номер 14 имени Ефима Моисеевича Фомина, города Бреста. И третья – Кирилл Гавриленко – средняя школа городского поселка Домачево Брестского района. Полина Роцевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.